И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о нашем межклановом чемпионате. И как по мне, я считаю, было бы неправильно мне записывать ролик по данной теме, именно таки до гранд финала. Реально у меня есть сегодня что вам сказать, и наверное это лучший гранд финал, который могли бы мы в принципе с вами вообще видеть. Надеюсь, что он будет очень таки интересным сегодня. Ну и давайте немножко поговорим на эту тему, хотелось мне очень много чего рассказать вам сегодня. Возможно, что-то я по ходу данного ролика, конечно, забуду, что-то упомяну, но в общем и целом, наверное, я хочу донести вам одну определенную вещь, которую вы должны понять из этого ролика. И надеюсь, что вы поддержите меня. Не в зависимости от того, насколько хорошо или плохо сложится сегодняшний гранд финал, который у нас уже пройдет сегодня вечером. И всех я вас обязательно буду ждать на этой замечательной трансляции, на этом замечательном бою. Почему же он такой вот нагибаторский, почему, по моему мнению, это самый лучший гранд финал, и почему вообще в принципе этот матч достойный гранд финал. Не то, что всех межклановых чемпионатов, но это реально очень знаковое событие, как по мне. Здесь можно говорить очень многое, но самое главное, наверное, что я хотел бы сказать, это то, что данный гранд финал будет без тех кланов, без моих братишек из Вавилонов. А будет играть реально два коллектива, реально больше десяти, может даже, больше даже двенадцати человек, которые играли за команду Team Pointer, все те ребята, с которыми я давно уже общаюсь, давно знаком, и реально с которыми я проведел очень много времени в этой игре. И сегодня вот такой вот бой будет, что получится у нас сегодня вечером, я вообще не знаю. Уверен, что это будет очень тяжелый бой, уверен в том, что сейчас уже смотрят данный ролик ребята, которые сегодня также будут играть, и они уже тоже в какой-то степени очень серьезно настраиваются. Единственное, что я хочу извлечь из данного сегодняшнего вечера, это показать то, что реально есть шанс выигрывать Synergy, что данная команда имеет свои слабые места, ну и то, что данный гранд финал проходит между Eternity и Synergy. Вот если бы мне месяц назад сказали, что я буду играть за эту команду в гранд финале, я бы сто процентов сказал, что такого не будет. Что было вчера, это был отличный день, это был шикарный бой против пингвинов, в какой-то степени он немножко провалился, но закончился удачно для нас, хороший показательный бой. Явно Synergy сегодня будет играть на две головы выше, намного серьезнее будет настроен данный коллектив, но... Один факт того, что мой самый любимый братишка остался за бортом и смотрит данный гранд финал сверху, а может и не смотрит, а может и не хочет даже смотреть, Потому что его тут просто нет и всех его сокоманников и всех тех игроков, с которыми он любит играть, тоже здесь нет. Доказывает тот факт, что есть намного сильнее ребятки-игроки, есть игроки, которые умеют показывать результат, умеют делать то, что они должны делать. И то, что многие говорят, что Eternity собирались очень серьезно перед данным межклановым чемпионатом, Я вам могу сказать так, что эта команда была собрана за очень краткие сроки, при том, что даже до этого они хорошо настраивались, тренировались, Но состав значительно изменился, я бы так сказал, и сейчас он преобразился совсем с другой стороны. И, наверное, после данного гранд финала я запишу еще один ролик, расскажу немножко уже с другой стороны вообще ход данного межкланового чемпионата, Но пока меня просто реально переполняют эмоции, я не знаю, чем закончится сегодняшний вечер, Если же все закончится так, как все мы с вами, ребятки, думаем, Закончится с чемпионским чемпионом, тех, кому он должен принадлежать, и тем, кого реально его заслуживает, Тот, кто его реально, ребятки, заслуживает, То я не скажу, что это будет провалом, я не скажу, что это будет чем-то таким сверхудивительно нереально крутым событием, Но в какой-то степени это будет, как по мне, наверное, самый интересный и самый значимый гранд финал вообще в принципе в данной игре, И в какой-то степени это очень удивительно, что такой гранд финал именно-таки появляется только в 11 сезоне, Где по сути играют две команды, которые между собой все всех знают, Все в какой-то степени с друг другом общаются, я и вовсе вообще играл за команду Синерджа долгое продолжительное время, И как по мне, какие-то из игроков именно-таки Синерджи сейчас очень негативно ко мне относятся, И в мою сторону как-то очень неправильно смотрят, но это на их совести, это их право, Я никакого такого качества не имею в команде, в которой я играю, в которой у меня есть очень много хороших знакомых людей, С которыми мне приятно проводить время и общаться, но если вы так печально-негативно настроены в мою сторону, Ну, в какой-то степени я в этом плане, конечно, удивился, что такие ребята вообще имеются, И то, что что-то имеют против, ну, ладно, это на вашей совести, поэтому... Честно, ребят, наверное, с какой-то степени для вас сейчас кажется, что я несу какой-то бред или что-то в этом роде, Но я реально рад, я реально рад тому, что такой гранд-финал у нас получается, Что реально два коллектива, которые по сути составляют одну команду, Одну команду, которая показывала не совсем стабильные результаты, я имею в виду именно такие в турнирах TOF, Но сегодня они здесь, сегодня они в гранд-финале, и сегодня вечером они, я думаю, покажут максимум своих возможностей, Покажут максимум качественной игры, покажут всем, как нужно играть в гранд-финалы, и что нужно делать на них Очень серьезный межклановый чемпионат вообще, в принципе, у нас получился, И единственный, наверное, этот межклановый чемпионат, как по мне, где было как минимум четыре сильных команды, Реально сильных команды, и это, наверное, способствовало именно, вот почему именно их было четыре, Это, наверное, тот факт, то, что команда Вавилон разъединилась, можно так сказать, И игроки данного коллектива играли в разных командах, и поэтому у нас получилось собрать больше интересных команд, Которые показали очень достойные результаты, я реально уважаю пингвинов за их вчерашний бой, Реально это был очень хороший бой, реально это был достойный бой финала нижней сетки, Ну, а гранд-финал еще красивее должен быть, и если он получится очень напряженным, Как у нас получился первый бой Синерджи, это будет реально круто, Поэтому желаю вам, ребятки, чтобы вы реально получили ту обстановку, Те эмоции, которые будут получать сегодня игроки, играя данный гранд-финал, Ну, и, наверное, хотел бы сказать, что, скорее всего, Таких гранд-финалов уже больше не будет, поэтому обязательно приходите, обязательно смотрите, Единственное, что мне обидно, это то, что даже разработчики игры не обращают внимания на такие турниры, Не обращают внимания на то, что происходит у них вообще в киберспорте, Это, конечно, печально Такой вот ролик у нас сегодня, ребятки, получился, надеюсь, что он вам понравился, Надеюсь, что вы поддержите данные начинания, надеюсь, что вам будет интересно сегодня смотреть данный бой, Постараемся показать как минимум красивую игру, Как максимум я говорить не буду, что может сегодня вообще, в принципе, произойти, Я знаю сверх мотивацию от Синерджи, который сегодня будет готовый просто уничтожать Этернити, Который будет показывать максимальный уровень, И как бы ни были они сейчас готовы, Для них это принципиальный бой, В котором они хотят уйти победителем, Притом победителем именно уничтожив Этернити, А не просто выиграв данный коллектив, Их не устроит просто победа, Их не устроит просто тот факт, что они заберут чемпионство, Им сегодня нужно просто уничтожать, просто выносить, И тем интереснее будет данный гранд-финал, Посмотрим, к чему готовы ребята, Поэтому всех жду, 8 по МСК вечером мы сегодня уже начинаем, И, как по мне, вы обязательно не должны пропустить данный матч, У меня на этом все, Всех жду вечером, спасибо, Удачи!